Ангарск А теперь обо всем подробнее. Новые программы в обучении. В Приангаре подготовили 17 площадок для создания и работы с беспилотниками. В их число вошли пять школ и один техникум Ангарского округа. Все выбранные образовательные учреждения стали участниками федерального проекта «Стимулирование роста на отечественные беспилотные авиационные системы». Накануне глава муниципалитета Сергей Петров посетил два учреждения и посмотрел на новое значение кабинетов. Вероника Черник подробнее. Это школа номер 40. Она вошла в число образовательных учреждений, которые реализовывают на своей базе федеральный проект «Стимулирование роста на беспилотные авиационные системы». По программе обучаются ученики с 7 по 11 классы. За счет средств местного бюджета проведены ремонтные работы и брендирование помещения. Часть материалов еще в пути. Но сейчас в классе уже есть 3D-принтеры, подготовленные площадки для полетов и инструменты. И уже знакомительный курс проходит семиклассники. Они сейчас начнут со школьниками. Я так думаю, что наберут и дошкольников для того, чтобы тоже понимать, как с ними работать. То есть, это будет интересно. А это Ангарский индустриальный техникум. Это первое в Иркутской области учреждение среднего профессионального образования, на базе которого открылся Центр практической подготовки. Кроме того, в этом году АИД набрал одну группу из 30 человек, которые будут учиться по специальности эксплуатации беспилотных авиационных систем. Техникум будет оснащен летательными аппаратами нескольких типов. Учебные и спортивные квадрокоптеры, видеокоптеры, сельскохозяйственные беспилотники, авиационные системы и самолетного типа. 8 миллионов вот это с трейлером. С трейлером. Пробовали его, поднимали на небольшую высоту и продемонстрировать нам его исправность, потому что оборудование очень дорогое. И, конечно же, приезжали принимать профессионалы. Первые лица округа лично посмотрели и оценили обновление учреждений. В каждом зоны оформлены по стандарту. Сейчас педагогический состав проходит обучение по разным направлениям в работе с беспилотниками. В будущем ученики смогут участвовать в профессиональных соревнованиях, а ангарский индустриальный техникум выбран местом их проведения. Это очень интересное новое направление с перспективой, которую мы даже еще, наверное, до конца не представляем. И то, что из 19 школ Иркутской области 5 ангарских стали участниками этого проекта, это здорово, конечно. Наш бюджет вложил определенные ресурсы в то, чтобы привести помещение для оснащения оборудованием. Оборудование поставили по федеральному проекту, но кроме школ у нас еще появилось отделение в ангарском индустриальном техникуме. Впечатление самое хорошее и в связи с тем, что появились такие возможности для обучения, для приобретения навыков, которые в жизни, безусловно, пригодятся. И то, что мы одни и пока единственные в области, не говоря уже про город, который имеем, вот подобное направление, наполненное техническим оснащением. В перечень школ по оснащению инфраструктуры вошли еще четыре образовательных учреждения ангарского округа. Это 5, 10, 17 и 38. В рамках федерального проекта профессиональным оборудованием будут оснащены специализированные классы и центры практической подготовки в каждом учреждении. Вероника Черник, Александр Черник. Местное время. Орденом мужества посмертно наградили военнослужащего из Иркутска Артема Балсунаева. Он погиб в июне 2024 года в зоне проведения спецоперации. Семья героя поделилась, что Артем с детства мечтал стать офицером. Окончил Усольский кадетский корпус, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ордена Суворова в Улан-Удэ. Принимал участие в контртеррористической операции на Кавказе. Государственную награду глава региона Игорь Кобзев вручил жене и сыну бойца. Ну, когда мы в школе учились, как-то особо не отдавали прям отчет, что вот он будет военным, будет воевать. Ну, просто как-то были школьниками, а когда уже все началось, конечно, было страшно, волнительно. Папа у него самый лучший. Память о нем, о его поступке, о мужестве, чести, достоинстве, точно сохранится в наших сердцах. И можно уже точно сказать, что он оставил о себе память человека с характером мужественного, целеустремленного, храброго, достойного защитника нашей Родины. Отмечу, за время участия в специальной военной операции гвардии капитан был также награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами, медалями Суворова за спасение погибавших и за боевые отличия. Качество водоснабжения и водоотведения при ангаре в центре внимания депутатов Законодательного собрания. Парламентарии выдвинули ряд предложений и рекомендаций по улучшению ситуации с питьевой водой на правительственном часе, который прошел в рамках 15-й сессии. В настоящее время в области наблюдается проблема с состоянием сетевой инфраструктуры. Депутаты предложили уделить больше внимания на реализацию в регионе различных программ и проектов. Для этого необходимо привлечь дополнительные средства из федерального бюджета. Больше всего денежных средств на вопросы свои с водоотведением и водоснабжением тратит Новосибирская область, в том числе и с средств федерального бюджета. Как-то же они смогли, значит, нужно, наверное, их опыт посмотреть, потому что у них 3 с лишним миллиарда привлеченных денежных средств. Это самая большая цифра по Сибирскому федеральному округу. По чистой воде. По чистой воде, да. Мы похвастаться этим не можем. Парламентарии предложили рассмотреть возможность выделения водоснабжения и водоотведения в отдельную региональную программу. Рекомендации по итогам правительственного часа будут оформлены в виде постановления Законодательного собрания и рассмотрены в рамках следующей сессии. Следственный комитет России продолжает рассмотрение дела по стрельбе в кадетском корпусе. Напомним, 13 сентября в Уссулии-Сибирском на территории образовательного учреждения произошла стрельба. Предположительно, ее устроил заместитель директора учебного заведения. Очевидцы писали, что мужчина также кинул шумовую гранату в казарму кадетов. Ситуация такая, он нам спорокинул гранату, сейчас он долбится, только тихо. Проверку по сообщению об инциденте проводит и прокуратура Уссулия-Сибирского. Также надзорный орган контролирует ход и результаты расследования. В Ангарске продавец помогла полицейским задержать курьера-мошенников. На этой неделе в округе зарегистрировано несколько правонарушений, в результате которых пожилые граждане отдали свои сбережения на помощь родственникам. Схема стандартная – пострадали в ДТП. В ходе разыскных мероприятий установлены внешности двух вероятных подозреваемых. Задержать преступников помогла 19-летний администратор супермаркета. Ходили сотрудники полиции, смотрели камеры видеонаблюдения и просили сказать, были ли замечены данные молодые люди. То есть в вечернее время я находилась в магазине, в торговом зале. Я их заметила, сообщила об этом полиции. Куратор объяснил суть работы, которая заключалась в том, что мы должны в одной точке забирать деньги наличные, а во второй точке ложить их в банкомат. Двух молодых людей доставили в отдел. Один из них подтвердил, что вместе со знакомым пытались таким образом заработать. Все обстоятельства произошедшего выясняются. 20 сентября в России отмечают День секретаря. В нашей стране эта профессия уходит корнями далеко в XVI век. Тогда при Иване III были основаны так называемые приказы – органы госуправления. Каждый из них отвечал за определенную сферу государства. А еще сотрудники этих ведомств ввели всю документацию. Потому их считают первыми российскими секретарями. А какие задачи стоят перед людьми этой профессии сегодня – расскажем далее. Наталья Оленикова – секретарь-руководитель Дворца культуры «Современник». Привычный образ девушки, отвечающей лишь на телефонные звонки с навыками баристы, стереотипы из мира кино. Высшее образование, трудолюбие и грамотная речь – вот основные требования к ее работе. Отдельное условие – хорошее знание компьютера и современных технологий. Я как координирующее звено между директором и сотрудниками. У нас большой штат – это хореографы, хормейстеры, режиссеры циркового коллектива. И когда директор непосредственно дает какое-либо указание, то я должна в первую очередь, конечно же, до них это донести. Мы очень часто сотрудничаем с организаторами концертов, то, конечно же, я всю связь, всю переписку веду с ними. Поэтому у меня напрямую получается и с рекламными агентствами, и с организаторами концерта, и с руководителями коллективов. За день Наталья выполняет массу работы, которая порой скрыта от глаз многих, но так необходима. За 13 лет девушка стала уже правой рукой своего директора. Это человек, который представляет учреждение. Первый человек, который приходит к руководителю, он проходит через секретаря. А секретарь, как встретить человека, в чем встретить человека, потому что секретарь должна быть и обаятельна, и очаровательна, и очень такая знать, в каком настроении шеф, как в этой ситуации повести себя. Потому что она создает, будем говорить, атмосферу учреждения. Ольга Дёмина тоже глаза и уши своего директора. Она секретарь в школе номер 4. Ежедневно она принимает десятки звонков и составляет столько же писем и документов. Помогает в организации мероприятий. Секретарь – это что-то большее. В школе – это целая жизнь. То есть ты приходишь, ты знаешь, вот тут надо что-то просили помочь сделать. То есть переживаешь за всех, стараешься всем помочь. И каждый день – это какая-то маленькая прожитая жизнь. То есть ты идешь и понимаешь, что ты сделал что-то хорошее. То есть не обязательно, что тебя похвалили. То есть для себя ты пришел, ты выполнил свою работу, помог людям. И на душе приятно. Ни минуты покоя. За помощью Кольги Александровне идут и педагоги, и даже ученики. Мы очень часто и очень плотно взаимодействуем с Ольгой Александровной, которая в нашем коллективе работает уже очень давно. Это незаменимый человек с точки зрения работы ее и секретарем. Она всегда поможет, знает все нюансы работы и вообще человек высокого профессионализма. Профессия секретаря уходит своими корнями в 16 век. При Иване III основали так называемые приказы органы госуправления. Каждый из них отвечал за определенную сферу страны. Времена изменились, но специфика работы осталась прежней. И в свой профессиональный праздник наши героини на рабочем месте. Ведь секретари – как пуговки, на которых все держится. Наталья Хмелева, Оксана Крикунова, Олег Левченко. Местное время. В окрестностях Ангарска выпустили 5000 особей молоди Сазана. Организатором экологической акции стал Ангарский азотно-туковый завод. Вместе с руководством и коллективом предприятия к большому проекту присоединились представители администрации Ангарского округа. Оксана Крикунова подробнее. В этом контейнере около 5000 особей молоди Сазана. Сегодня они отправляются в большое плавание. Специалисты говорят, хоть сейчас рыбки небольшие, к новоселью они готовы. Тем более выращивались они в специальных прудах, где условия максимально приближены к естественным. Экологические акции Ангарский азотно-туковый завод проводит регулярно. И всегда коллектив организации делает это с большим удовольствием. Ангарский азотно-туковый завод является социально ориентированным предприятием. Мы ежегодно увеличиваем объем расходов на благотворительные программы, направленные в первую очередь на поддержание экологических вопросов. Также наше предприятие расширяет социальные меры поддержки для наших работников и членов их семей. И устраивает разные акции и мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей. Мероприятие поддержал и мэр Ангарского округа. Сергей Петров отметил важность и необходимость данного проекта для территории. Предприятие активно участвует в социальных проектах, поддерживает наши какие-то задачи, которые мы решаем в рамках благоустройства. И каких-то социальных аспектов. Ну и в данный момент я впервые присутствую на их экологической акции. Очень приятно, что у нас есть понимание у людей, руководителей именно вот этих задач. И вот долгожданный момент. С помощью специального так называемого «рукава» молоть погружают в реку. После этого Сазанам предстоит мигрировать в Братское водохранилище. В Иркутском доме молодежи открылся 23-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» имени Валентина Распутина. За многие годы мероприятие стало авторитетной площадкой для показа лучших картин, посвященных взаимоотношению природы и человека. Тему продолжат мои коллеги. Международный кинофестиваль «Человек и природа» учрежден Союзом кинематографистов России в конце 20-го века. С 2007 года благодаря поддержке Министерства культуры России и правительства Иркутской области мероприятие проводится ежегодно. Сейчас он стал известен не только в Приангарии, но и далеко за пределами России. Мы сегодня проводим международный байкальский фестиваль «Человек и природа». Посвящен он Валентину Григорьевичу Распутину. С 2015 года этот фестиваль именно носит его имя. Я уверен, что это встреча друзей, встреча тех, кому не безразлично наша экология, кому не безразлично природа, кому все интересно, все, что нас окружает. В этом году почетными гостями фестиваля стали российские актеры театра и кино Эвклид Кюрдзидис и Андрей Чернышов. В программе 25 конкурсных работ и 8 внеконкурсных из России и Швейцарии. Кроме этого, зрителям и жюри предстоят 5 полнокупольных фильмов. Премьеры пройдут в кинотеатрах Иркутска и в двух местных планетариях. Также работы протранслируют в Москве, Зиме, Саянске, Устярде, Байкальске, Качуге, в республиках Бурятия и Саха. По-хорошему позавидовал программе фестиваля. Во-первых, он уникален сам по себе. В конкурсной программе и документальное кино, и научно-популярное, и анимационное, и игровое. И что меня вообще убило? Это полнокупольное кино, которое когда-то в детстве меня просто покорило. Первый раз я его увидел. Ну и, конечно, я уж про питчинг молчу, круглые столы. Но география, которую охватил фестиваль, это может позавидовать любой большой международный кинофестиваль. Экспертное жюри под руководством киноведа и продюсера Андрея Апостолова выберет победителей в пяти номинациях. Предусмотрены также гран-при, приз «Байкал» и спецприз от Фонда защитников природы. Авторов лучших работ объявят 23 сентября. Егор Сорокин, Руслан Ульмасов. Местное время. Такие новости к этому часу. Полную картину дня смотрите на сайте actistv.ru и в телеграм-канале «Актис. Ангарский при Ангаре». Далее эфир продолжит рубрика «Культура» с Марией Константиновой. Хороших вам выходных. До свидания. Спонсор рубрики «Новости культуры» студия флористики «Эль Парк». Цветы по поводу и без. В студии флористики «Эль Парк» для вас с удовольствием составят букеты, которые подойдут для важного события или просто, чтобы порадовать себя и близких. Каждая композиция – это произведение искусства, созданное с любовью и вниманием к деталям. Также «Эль Парк» предлагает широкий ассортимент уникального декора для дома. Добавить живых красок и любой интерьер помогут горшечные растения, ароматические свечи и украшения ручной работы. А для самых творческих каждые выходные студия «Эль Парк» проводит мастер-классы. Никакого культурного воспитания детей у нас не было. «Существуя у нас такое воспитание, мы бы имели перед глазами его результат в виде культурно воспитанных взрослых». Говард Джейкобсон Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Новости культуры». Поговорим о пище для души и усладе для сердца. Звезды на Байкале В Иркутске состоялось закрытие международного фестиваля академической музыки. Как всегда, полный зал, божественные мелодии и бесконечная любовь к искусству. Сонатный вечер стал завершающей точкой в большом творческом действии. Его исполнили в дуэте два народных артиста России. Известный скрипач, главный дирижер Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков и пианист-виртуоз, художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. Отмечу, что в рамках всего мероприятия состоялось более 20 концертов, в которых приняли участие свыше 500 музыкантов, а зрителями стали около 13 тысяч человек. Детский литературный художественный журнал «Сибирячок» принял участие в монгольской национальной книжной ярмарке. Она прошла в Улан-Баторе под лозунгом «Читай больше». В ней приняли участие российские, китайские, корейские и польские авторы и издательства. Кстати, «Сибирячок» – единственный участник из России. По такому случаю выпустили специальный номер, посвященный 85-летию победы СССР и Монголии над Японией. Театр пилигримов участвует в международном фестивале «Белая вежа» в Бресте. На гастроли отправился в составе 19 артистов, музыкантов, административных технических специалистов. Коллектив представит спектакль «Девочка». Постановка объединяет элементы мюзикла, драматического кукольного спектакля и саунд-драмы. Она идет в живом исполнении в сопровождении камерного ансамбля. А сейчас небольшой анонс культурных событий. В субботу, 21 сентября, в 12.00 в детской школе искусств номер 3 концерт «Польза классической музыки». В воскресенье, 22 сентября, в библиотеке номер 4, презентация книги Юрия Харлашкина «Кирилл и Мефодий». «Прекрасно и мудро сентябрьское утро, туманы духмяны и травы остры, заря пламенеет и стрелами сеет, как пели славянские гусляры. Чуть слышно деревья скрипят, словно двери, и осень готова войти на порог, и рада природа всем краскам восхода, и нет на душе ни тоски, ни тревог». Стихами российского поэта Игоря Кобзева завершим этот выпуск. В старину говорили, что сентябрь – это вечер года, золотой, солнечный, иногда с дождями и пасмурным небом. Но какая бы стихия ни бушевала вокруг, помните, в любой ситуации нужно вести себя культурно. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова